Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас очень интересный сюжет. Мы на площадке встречаемся с Сергеем Чубаровым, специалистом по водным растениям и прудам, кандидатом биологических наук. И у нас будет очень интересный разговор. Мы постараемся осветить все вопросы о прудах. И параллельно с этим мы устроим небольшой мастер-класс по посадке кувшинки. Потому что очень важно не просто приобрести кувшинку, но и правильно ее посадить. Это ключевой момент. И сегодня Сергей нам это все расскажет. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте. А можно сразу поправить? Все вопросы по прудам мы точно не сможем осветить. Только самые глупые. Потому что очень много нюансов. Я, как и не прудовладелец, постараюсь задать те вопросы, которые интересуют именно, знаешь, человека, который, в принципе, пруд видел, периодически хочет и периодически не хочет. Поэтому вот так вот. Ну, по крайней мере, такой вроде бы простой, практический вопрос, как посадка кувшинки, мы действительно сегодня рассмотрим и покажем. И тем больше, это для покупателей основной вопрос. Они приобрели вот такую вот кувшиночку. Посмотрите, небольшой там литровый горшок. Кувшинка маленькая, но у нее даже бутончик есть. То есть покупатель увидит, как она цветет, убедится, по крайней мере, в соответствии с сорту. Что тоже очень важно. Конечно. И очень приятно для покупателя. Но главное, с чего я хочу начать, с рекламы Европланта. Не постесняюсь в этом сказать. Дело в том, что очень мало питомников, очень мало площадок, продающих растения, привозит вообще хоть какой-то ассортимент водных растений. Чем мне нравится Европлант, они молодцы. Уже много лет подряд, каждый летний сезон, они привозят кувшинки в достаточно большом ассортименте. То есть много разных сортов. И еще некоторые прибрежно-водные растения. То есть, по крайней мере, можно приехать в Европлант и купить что-то, чтобы посадить себе в пруд. Вот, если вы когда-нибудь искали такие растения, то вы знаете, что это не так просто у нас найти в Ленинградской области. Спасибо, Сереж, большое за слова. Давай расскажем нам немножко вообще в принципе кувшинка, потому что не все вообще понимают, что такое кувшинка. Кувшинка, как правило, это желтенькая маленькая кубышка, плавающая в пруду. Есть такое слово, как нимфея. Есть водные лилии, прости господи. Давайте определимся в терминологии. Вот это вот как бы... Хорошо. Давайте с этого начнем. Есть вещь, которая меня очень раздражает. Это когда звонят и спрашивают, у вас есть лилии? Или там, что вы скажете о лилиях? Не можете ли вы... Я не разбираюсь в лилиях. Так получилось, что у меня на даче даже ни одной лилии нет. Мне нравятся эти растения, но вот не выращиваю их. Хотя бы надо говорить тогда водные лилии. Но и это название мне на самом деле не нравится, потому что это просто перевод английского народного названия этих растений. Водные лилии, да? Хорошо, англичанам было с чем сравнивать цветок кувшинки. С лилиями они сравнили, назвали водные лилии. А у нас, у наших крестьян, не было лилии. Не знают они, как они цветут. Ну да. И они назвали это растение кувшинка, потому что плоды у нее действительно напоминают кувшинку в профиле, по форме. Так и появилось русское название этого рода кувшинка. Чем она хуже, чем водные лилии? Ну, в принципе, это же тоже наш эндемик. Тем более, что это не эндемик. Эндемик – это который растет только у нас, а нигде больше. По всей Европе растут кувшинки. Вот те же три вида, что и у нас. Это нимфея белая, нимфея чисто белая или снежная, и нимфея – это трагона, там, четырехгранная. Вот три вида. То есть кувшинка и нимфея – это уже одно и то же? Да. Нимфея – латинское название, кувшинка – русское название. Мне вот вполне нравятся вот эти два названия, я их широко использую, а даже водными лилиями я их стараюсь не называть, чтобы не путаться. Ну, хорошо, да, с этим определились. Кубышка еще, давайте, на всякий случай. Часто говорят, а вот у нас там в пруду или где-то в озере растет желтая кувшинка. В нашей флоре нет желтой кувшинки, но есть кубышка, у которой действительно лепестки желтые. Это близкородственная к кувшинкам рот. Его тоже можно использовать в озеленении, особенно в тех местах, где мало солнца, света, там можно посадить кубышку. Она очень выносливая в этом плане, даже вот в тени будет цвести. Цветки небольшие, желтого цвета. Лепестки такие, в общем-то, крошечные. Декоративность, конечно, меньше, чем у кувшинки, но это тоже приятное, интересное растение. С названиями. Определились, да. Определились. Тогда чем мы сейчас будем заниматься? Давайте я засучу рукава, мне вот видите, передничек выдали. Мы будем, наверное, закинуть несколько грязным делом, как посадка кувшинки. Но в случае, когда мы покупаем вот такой горшочек, это еще достаточно чистая процедура. Значительно хуже, когда мы пересаживаем кувшинку. Тогда мы извлекаем из воды тазик с такой глинистой, такой жижей, корневища, надо их аккуратно вытаскивать, выделять, чтобы не повредить. И вот это, конечно, тяжелая работа, и мы бы не смогли ее снимать вот в такой чистой одежде. А здесь у нас вполне получится. Я приготовил два тазика. Один просто, чтобы замешать земельную смесь, а второй, куда мы будем сажать кувшинку. Сделал здесь две дырки, хотя, может быть, достаточно одной. Собственно, зачем нужны дырки в тазике? Просто, когда мы ставим кувшинку в воду, через эти дырки поступает вода и вытесняет воздух из нашей земельной смеси. Это достаточно удобно. Для кувшинки дырки не нужны, они безразличны, так будет расти, но тогда в грунте много воздуха остается, он будет пузыриться там, будет вздуваться наша земля посадочная, поэтому лучше вот их сделать. Слушай, ну вместо тазика можно использовать что-то другое, например, большой контейнер, большой какой-то пластиковый горшочек. Самое простое, что вот можно купить, это, конечно, строительный контейнер, строительное ведро для замешивания строительных смесей. Там, как правило, крепкая пластмасса, такая немножечко вот гибкая. Если убрать ручку металлическую, то вполне себе контейнер. Вот объем, примерно литраж должен быть? Я взял маленький тазик, 12. А, это еще маленький. Это маленький, да. Но чем хуже ведро? Дело в том, что больше всего нас интересует диаметр. Дело в том, что корневище кувшинки растет горизонтально, и чем шире мы возьмем емкость, тем реже мы можем кувшинку пересаживать. Скорость роста кувшинок разная в зависимости от сорта. Кто-то быстро растет, кто-то медленнее, но активно ветвится, и тогда их можно реже пересаживать, да. Но в целом, чем шире емкость, больше ее диаметр, тем реже можно пересаживать. То есть это нет такого, как с горшечными цветами, что надо постепенно увеличивать объем, чтобы корни заполняли все пространство. То есть можно заранее сделать прям большой объем? Мы ставим тазик в воду, там все равно грунт будет закисать, будет пронизан водой. Так что эти процессы нас совершенно не интересуют, она с любой скоростью может разрастаться, потихоньку занимая корнями этот объем. Все, тогда заполняем. Еще немножечко о дырках. Я вот здесь, видите, две дырочки сделал. Дело в том, что мы будем сажать кувшинку в горшке, то есть она укорененная, фактически мы ее перевалим, да, мы не будем оголять ее корни, аккуратненько перенесем. А очень часто приходится сажать кусок корневища. Бывает, разрослась кувшинка, тут еще достаточно много точек роста, но одна какая-то у нас высунулась, так сказать, за пределы контейнера, повисла, и она начинает голодать. Потому что корни упираются в гидроизоляцию нашего водоема, питания там нет. И чтобы это корневище не погибло, можно его обрезать и кусок корневища посадить. Но дело в том, что корневище всплывает как поплавок. В нем очень много айренхема, это такая ткань с большим количеством воздуха, да, и она очень легкая, корневище. И тогда можно вот сюда продеть веревку, вытащить ее наверх, побольше кусочек, да, насыпать, вот мы покажем сейчас, как это, грунт. А потом просто с помощью этой веревки корневище привязать. А вот так вот? К грунту прямо вплотную, и оно будет сверху лежать, привязано. И это очень удобно, это быстро, в дальнейшем оно пустит туда корни, укоренится, заякорится с помощью этих корней и будет разрастаться. Ну, мы сейчас-то покажем сюда. Такой, а я веревку не взял, и у нас корневища нет, у нас, поэтому мы покажем, как пересадить кувшинку в горшке. Так, дырки есть, небольшой кусок совершенно любого размера и формы геотекстиля, лутросилы. И любой толщины? Да, и тоже не принципиально, он нам нужен просто, чтобы у нас грунт не просачивался в дырку. Ну, про контейнер тоже можно рассказать. Я вот когда-то, очень давно, начинал, сажал кувшинки в корзины, специальные корзинки, немецкие продавались. Для водных растений, за ними бегал, искал, стоили они дорого. И мне казалось, что это лучший вариант, потому что там корни омываются водой. Пока не прочитал, что у кувшинок старые листья занимаются транспортом кислорода к корням и корневищам. То есть, по специальным каналам, листья, которые всегда плавают на поверхности воды, они гонят воздух вниз к корням. И больше никакой кислород ни из воды ниоткуда им не нужен, в какой бы там жиже не росла кувшинка. Поэтому совершенно не нужно кувшинкам, чтобы вот этот ком активно омывался водой. Вода и так туда проникнет, сверху попадет, но вот эта сетчатая структура не нужна. Более того, она даже вредна. Если мы несколько раз перемещаем кувшинку по пруду, то через сетчатые борта, даже если мы их закрываем тканью, все равно какая-то часть земли уплывает, утекает, да, и у нас уменьшается этот объем. Это ни к чему, и пруд пачкается. Ну, отлично. Нам, в принципе, и дешевле, и проще купить такой вариант, чем дорогие, красивые корзинки, которые мы никогда не увидим, погрузив их просто на одно пруда. Это бытовой тазик. Вот единственное, что, к сожалению, тазики у нас чаще всего продают такие красных, там, синих цветов. Проблем найти черный тазик. Потому что его сквозь воду можно увидеть будет просто. Объем, ну да, да, просто чтобы он в глаза не бросался. Объем здесь 12 литров, для такого горшка он вполне подойдет, а так, я уже сказал, можно взять и 18 литров. Тут больше зависит от того, какая у нас кувшинка. По размерам, по категориям, что ли, делят все кувшинки на 4 категории. Карликовые, малые, средние и большие. Ну, соответственно, чем разраст... Но и крупную кувшинку можно сначала посадить вот такой 12-литровый тазик, а через год уже предоставить ей какой-то объем побольше, чтобы она быстрее развивалась и увеличилась. Так, я вынужден нагнуться за земельной смесью. Ты не говоришь, им тебе помогать. Давай, может быть, я тебе приподниму это ведерко, чтобы у нас... Да. Это просто обычная садовая земля? Да. Или какой-то уже заготовленная у тебя определенная смесь? Нет, это любая садовая земля, желательно тяжелая, так называемая дерновая. Ну, она редко бывает... С углинком, с добавлением глины, да? То, что называют глинистой землей, да. Вот это вот лучше всего. Но... Поскольку ты мне не помог... Я же говорю, давай, да. Давай где-нибудь полтазика насыпем. Давай я держу, а ты сыпь. Ага, ага, ага. Ага, 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 даже чуть побольше. Ну, где-то вот так. Ага, все, спасибо. Итак, вот землю мы сюда насыпали. Это будет такая основа, что ли, нашей питательной среды. Но дело в том, что сажаем мы нашу ковшинку в воду, да. И нам очень важно, чтобы те питательные вещества, которые есть в этой земле, еще те, которые мы сюда добавим, не уплывали в воду пруда. Это очень важно нам по двум причинам. Во-первых, кувшинки любят поесть. Те, кто когда-нибудь ходил по мелководью, где вот у нас на озерах, например, растут кувшинки, наверняка, помнят, что такая черная муть взмучивается, там взлетает. Потому что очень плодородная среда. Сопропель. Сопропель, да, да. Там что-то гниет, перегнивает. Она такая, аж черная эта земля. Сергей, скажи в пропорциях, вот сколько надо частей земли и сколько частей глины? Мы про глину еще не поговорили. Можно буквально два слова объяснить, зачем же нужна глина? Мы насыпали уже глинистую землю, да, но в ней глины недостаточно. Нам нужно ее больше, больше. Попрос, зачем, да? Нам важно, чтобы питательные вещества, которые есть в этой земле, и которые мы сейчас еще добавим, чтобы они в этой земле же и остались. Чтобы они ни в коем случае не вымывались в воду пруда. Во-первых, кувшинки любят поесть. Вот мы разговаривали про сопропель, там вспоминали. Действительно, у них обычно очень плодородная земля в озере, где они растут. И нам надо такой же грунт создать вот в нашем вот этом контейнере. И, во-вторых, не хочется портить, что ли, воду пруда. То есть насыщать ее органическими веществами, которые будут способствовать цветению воды, развитию водорослей, которые, в общем-то, ни к чему. Вот для этого нам, прежде всего, для этого нам и нужна глина. Когда мы сюда насыпем достаточно глины, поставим наш тазик в воду, глина взаимодействия с водой превратится в такую сметанообразную массу. И она фактически заполнит все микротрещины между частичками земли и создаст непроницаемую уже для воды, или почти непроницаемую, да, преграду. Таким образом, внутри вот этого контейнера, внутри нашего грунта останутся питательные вещества, которые мы туда положим. Вот это очень важно. То есть нам глина нужна, прежде всего, как некий консервант. И ориентироваться, я так понимаю, надо, соответственно, на консистенцию определенную. То есть мы должны добиться определенной консистенции, которая... Ну, как говорят хозяйки, на глаз. Да, у нас почти кулинарное шоу сегодня. Да. Готовим, да. Да. Вопрос, сколько глины надо положить, да? На глаз. На глаз. Что значит на глаз? Если у вас, например, чисто торфяная земля, так получилось, что пересадить или посадить кувшинку вам надо, но нет у вас глинистой тяжелой земли, все, бывает. Надо взять до 60% глины. Если у вас земля глиняная, мы, конечно, уменьшаем количество там. Но 30-40% глины от объема земли... Это минимум. Да, всегда положим, так будет надежнее. Насчет глины. Вот я тут в мешочке ее приготовил. Конечно, можно найти место где-то там рядом с вашей дачи, накопать глину, но она будет такими кусками. Ее там высушить, размельчить, но это очень тяжело. Нет, да, это мне кажется такой... Значит, нам проще купить в строительном магазине синюю глину. Ее используют, по-моему, для обмазывания печек. В общем, для чего-то используют. Главное, чтобы она была без химических добавок. Вот такой вот глиной в порошке мы вполне себе можем воспользоваться. Не всегда бывают мелкие навески. Мне пришлось купить мешок 40 килограмм, от него отсыпать. Ну, у тебя в хозяйстве не пропадет. Много кувшинок, так что мне пригодится. Значит, мы просто всыпаем в нашу землю некоторое количество глины. Поскольку я уже к этой процедуре привык, то я на глаз сам. Моя страх. Да. Вот, и мы просто тщательно перемешиваем. Очень удобно. Тут мелкий, как вы видите, совсем порошковидный, да, такой вот. Да. Размес, размолотый глины. Она поэтому очень хорошо и равномерно перемешивается с нашей землей. Ну, строительного миксера у нас нет, как у кухонного комбайна. Да, было бы очень эффектно, да, зрелись. Небольшие комки не страшны. Главное, чтобы глина у нас присутствовала во всем объеме вот этой нашей почвы. Вот. Вот я немножко наклоню наш тазик, видите, у нас такая вот достаточно глинистая получилась земля. Грунт он посинел, поголубел. Слушай, ну никаких удобрений дополнительно там? Сейчас все будет, уберем глину. Прости, господи, осмокот может быть? Можно, конечно, осмокот использовать. Ну, хозяйственные садоводы всегда при посадке хотят добавить удобрения, всегда. Когда им объясняют, что там при посадке дерева или куста, сразу же не надо вносить удобрения, люди с ужасом смотрят, ну как? Потому что хочется максимально, ну, растению создать, как питательную среду. Я вот не использую осмокот, я много и часто сажаю кувшинки, он достаточно дорог, не всегда мне удается его купить. Я использую то, что реально под рукой, что всегда можно купить и что достаточно для кувшинки. Но, послушайте, сначала у нас тазик, которым мы сделали дырочки, да, положили сюда нетканный материал, и мы еще как бы пустую землю с глиной просто укладываем вниз. Это будет у нас некий слой, тоже предохраняющий наши питательные вещества от вымывания. Вот, небольшой слой мы насыпали. Он получается у нас внизу на самом дне, и та вода, которая через дырки поступает, уже не сможет вымывать отсюда наши питательные вещества, да. Дальше мы можем либо в тазике замешивать с удобрениями, либо, пожалуй, давайте уже в самом контейнере, потому что... Ну, максимально хочется ему упростить всю историю. Так просто, да, будет понадежнее. Сережа, скажи, а вот ты говорил про загрязнение пруда, потому что это достаточно важная тема, потому что, как правило, ну, пруды люди заводят для двух непересекающихся целей. Или они декоративные, там растут именно те же самые кувшинки, водные растения, или люди в них купаются. Ну, и в любом случае хочется, чтобы там было, как можно, меньше чужеродной какой-то флоры, какой-то тины, рязки, грязи, мути, пусть прозрачной и красивой. Поэтому многие боятся вносить землю в пруд, в том числе и кувшинки, говорят, ну, как же вот, ну, где-то вот так, да. У нас тут будет земля, а мы, действительно, тут купаемся. Вот функциональность можно как-то совместить? Потому что у нас же всегда люди хотят, ну, в силу того, что у нас участки маленькие, да и пруды-то, наверное, не очень большие в основном. Это очень хорошая тема, но тема такого, наверное, отдельного разговора. Потому что вообще у нас люди любят, чтобы сразу использовать на 100%. Это значит, как декоративный пруд выращивать, там кувшинки, другие декоративные растения, как рыбный пруд, то есть декоративные или товарные даже виды рыб, как купальный пруд, то есть там еще купаться, плавать, как емкость, резервуар для воды, для полива, ну и так далее. Можно перечислять, какие-то функции можно совместить. Например, можно сделать декоративный пруд и пруд для купания в одном, что называется, флаконе. Но нужно тогда перед строительством пруда, очень хорошо этот вопрос, продумать, продумать профиль пруда, то есть продумать его глубины. Может быть, сделать отдельно биоплата, на котором будут растения, и отдельно зону для плавания достаточно глубокую. Что подразумевает какой-то все-таки объем. Вот это очень популярно сейчас на Западе, у нас, в принципе, мода пришла такая, то есть когда человеку надоело плавать в хлорке. И хочется в кувшинках. В каком-то искусственном, да, бассейне, а хочется, да, в натуральной, в природной воде, чтобы кувшинки цвили, чтобы можно было подплыть, понюхать вот цветок кувшинки, там, полюбоваться на всю эту прелесть. Вполне нормальное человеческое желание, никакой хлорки. И это, в принципе, реализуемо. Да, это реализуемо, вот только нужно об этом подумать до строительства водоема. Серж, ну ты сажай, да, параллельно, и мы будем с тобой продолжим разговаривать, потому что вопросов много, хочется увеличить КПД. Ты сажай и рассказывай. Хорошо. Вопросов у меня еще много. Что я забыл, так это ножик. Зубами. Да, ладно, я так поромню. Да, можно вот... Я привык рвать пакеты пальцами, потому что я всегда забываю ножик. Так. Это мы что? Это у нас что вообще, в принципе, за пакетик? Да, расскажем. Это у нас биогумус. Непринципиально не будем рекламировать эту марку, непринципиально какой купите биогумус, такой используйте. Но это вот хороший реально биогумус, действительно прошедший через там червей калифорнийских или еще каких-то. Продукт женедельности червей. Крупинки такие разделяются, и мы... Всыпаем? Да, не сомневаюсь, 2 литра сюда всыпаем. Прямо сразу же? Да. То есть это то самое удобрение, которое кувшинки могут начать есть уже вот сейчас, сразу же после, так сказать, зап. Мы аккуратно перемешиваем верхний слой только нашего грунта. Нижний, как мы уже говорили, нужен для того, чтобы удерживать питательные вещества. Он остается у нас обедненным, а вот... Как донышко такое. Да. Но этого мало. Это то, что кувшин, как я сказал, сейчас уже может употреблять, и она их достаточно быстро использует. Итак, значит, мы подготовили грунт, добавили туда глину, добавили туда биогумус, и теперь у нас еще какие-то следующие компоненты пойдут. Да. Мы продолжаем обогащать нашу смесь и добавим вот рогокопытную муку. В небольшом количестве, примерно полстакана этой муки мы сюда добавим. С щедрой недроганной рукой. Рогокопытная мука будет разлагаться через некоторое время. И тогда вещества органические, которые в ней содержатся, будут доступны для нашей кувшины. Это же почти как и смокод, можно сказать. Да. Пролонгированное удобрение. Только чисто органического происхождения. И, но этого мало, мы добавим еще и рогокопытный шрот. Собственно, он от муки отличается только размером. Не подсчет с шпротом. Да. Вот посмотрите, видите, большего размера частицы. Другая франция. Еще полстаканчика. Слушай, как он красивый. Это мы его добавим. Просто когда мраморная крошка. Да. Вот. Но теперь мы просто перемешиваем. Все это равномерно, более-менее распределяем по объему. По верхней части вот этой нашей земли. Вот. И, собственно, питательный грунт для кувшинки у нас готов. Можно какие-то другие добавлять вещества. Это уж кто к чему привык. Кому что больше нравится. Я много лет сажаю, используя эти добавки. И они себя, считаю, оправдали. Ну, вот скажи, вот эта вот вся питательная среда замечательная не станет также питательной средой для всякой тины и ряски-то, которой все так боятся. Так мы же с вами уже поговорили. О глине. Поговорили. То есть, опять же, у нас, видите, достаточно много глины. Здесь такая синеватый цвет нашего грунта. Опять же, возвращаемся к важности глины как вещество, которое консервирует питательные вещества в нашем грунте. И не выпускает их. И достанется, поэтому это все только кувшинки. Слушай, ну, есть еще такой известный аргумент против прудов, когда люди думают о покупке пруда, что пруд обязательно сопровождают комары. То есть, заводишь пруд, получаешь комаров в качестве такого бонуса, не очень полезного. Андрей, можно я кувшинку посажу, а потом мы про комаров. Да, ты сажаешь. Просто сейчас такая грязная часть работы. Нужно нашу кувшинку выбить из нашего горшка, ведь у нее уже корешки вон тут проросли. Эффектным движением. Слушай, ну, принимая система у нее не очень большая такая. Да, к сожалению, листик у нас оторвался. Небольшая, да, не все пронизывают корни. Но видите, тоже какая глинистая зима. Да, я вижу очень похожий грунт на тот, который мы сделали. Да, только что глина тут серая. У нас голубая, а тут серая. Но это не принципиально. Давайте, чтобы руки чище были. Сделаем это. Так, итак, посмотрите, мы поставили выбитую из горшка кувшинку в тазик. И постарались так, чтобы верхняя часть вот этого, этой земли из горшка, выбитой, оказалась, ну, на несколько сантиметров ниже бортика нашего тазика. Все. Посадили мы ее центрально, то есть посередине. Потому что мы не знаем, как же здесь расположено корневище. У нас горшок небольшой, корневище тоже очень маленькое. Трудно понять, как она лежит, куда будет расти. Поэтому здесь не принципиально. Возможно, такое центральное положение кувшинки. Если мы сажаем корневище, более-менее длинные, то мы стараемся сместить тогда нашу кувшинку к одной из сторон нашего контейнера, чтобы впереди, перед ней было как можно больше пространства. Ну, опять же, это просто для того, чтобы более длительное время можно было ее не пересаживать. Да, такая просто понятная, здравая мысль. Слушай, ну вот скажи, за какое время корни кувшинки займут, собственно, весь этот тазик, весь этот пространство? Если вы хотите, чтобы кувшинка побыстрее росла и развивалась, то можно уже через год ее пересадить. О, как! Но, в принципе, вот этого объема, вот такой небольшой кувшинки, хватит на два года. То есть можно два года не пересаживать. То есть за два года вот корневая система этой кувшинки увеличится примерно раз в шесть, наверное, да, я так понимаю? Наверное, раз в десять, если не больше. Даже в десять. Но главное, что у нее корневище через два года будет уже упираться в стенку нашего контейнера, если не начнет переваливаться. Как только вы увидите, что корневище начинает, грубо говоря, выползать ему тесно или даже уперлось в стенку, надо сразу пересаживать. Вот принципиально, потому что иначе можно погубить кувшинку. В общем, я понял, надо брать как можно больше все-таки таз. Я-то думал, это у нас надолго, а это оказывается на два года. Если вы хотите быстро разогнать, ну, как любое растение, то, конечно, лучше чаще пересаживать, да, хоть два раза в год. Потому что, конечно, новый грунт, он все-таки существенно богаче, чем грунт, который два года постоял, даже при наличии глины, при наличии всех вот этих органических веществ, которые медленно перепревают, перегнивают. Поэтому, конечно, часто пересаживать, она быстрее будет расти, развиваться. Конечно, каждый месяц не надо, но раз в год очень даже здорово. А если вам хочется подольше не марать руки, то есть не заниматься этой работой, то, конечно, стоит взять контейнер как можно больше, вы себе время освободите. Посмотрите, мы сделали питательный грунт, да, мы его уложили сюда. А теперь такой менее питательный грунт, где просто смесь земли и глины мы добавляем сверху. То есть мы создаем некую такую крышку, где... Чтобы, опять же-таки, как можно меньше питательных веществ попадало в воду, создавая там среду, и как можно больше доставалось корнем кувшинке. Да, да, да. Более бедный грунт с большим количеством глины у нас оказывается сверху. Вот верхний слой создаёт, и он будет как бы закупоривать питательные вещества, которые мы туда засыпали в нашем контейнере. Сейчас скажи, а имеет принципиальное значение вот глубина пруда, потому что они бывают совершенно разные там. А вот сама высота кувшиночки довольно небольшая, а я так понимаю, что мы её будем погружать глубоко под воду. То есть не предполагается, что глубина пруда как бы вот это вот всё. Прости уж мои глупые вопросы, у меня нет пруда. Да, дело не в глупых вопросах. Вопрос вполне нормальный и, в общем, такой часто задаваемый. Просто, как всегда, много нюансов. Во-первых, глубина, на которой мы установим кувшинки, зависит от сорта. Ещё раз, карликовые, маленькие, средние, большие требуют разной глубины. Сейчас песочек достал. Ну, сейчас пока прервусь, да? Разной глубины. Оптимально посадка всё-таки в контейнеры. Хотя вот тоже такой частый вопрос, что лучше в контейнеры сажать кувшинку или высадить в грунт, насыпанный на дно или на полку пруда. В наших условиях, как мне кажется, всё-таки лучше сажать кувшинку в контейнер. В этом случае мы её можем вынуть, посмотреть, что с ней произошло. Если надо пересадить, если надо обрезать. Когда мы сажаем на дно пруда, глубина, скажем, от 70 сантиметров до метров лучше всего. Глубже лучше не сажать. Хотя, конечно, кувшинки, особенно крупные сорта, будут расти из полутораметровой глубины. Но очень медленно вода у нас прогревается. Часто бывает и май, и июнь холодный. Даже, знаете, когда говорят, ну как же, почему в пруду всё плохо растёт. Посмотрите, какие тёплые дни. Действительно, днём там плюс 20 или 25, а ночью плюс 8, плюс 10 градусов. Температура воды получается что-то средняя. Как бы она выравнивается, да? Посмотрите, мы засыпали кувшинку нашим верхним обеднённым грунтом, в котором много глины. И теперь сверху тонким слоем распределим песок. У меня он в отдельном мешочке. Это обычный строительный песок. Как много ингредиентов-то вообще, в принципе. Надо прямо писать целый рецепт. Смотри, у нас тут земля, биогумус, глина, песок, рогокопытный широт, рогокопытная мука. Всё больше и больше похоже на какой-то... На рецепт шарлотки. Да-да-да. Гастрономическое действие. Итак, вот... Камушек. Да, можно его выкинуть. Можно оставить. Итак, сверху слой песка. Собственно, кувшинке песок не нужен. Но когда мы будем опускать кувшинку в воду, какие-то сухие частички глины или грунта могут всплыть. Чтобы не загрязнять воду пруда, мы сверху закрываем слоем песка. Он предохранит от всплывания просто нашу глину. Ну и заодно как балласт, наверное, да? Придавит. Ну и придавит тоже, да. Что поначалу хорошо. Хотя она быстро пропитается водой. Если у нас в пруду присутствуют рыбы, вот тут нам камушек поможет, то мы сверху на песок еще должны засыпать камни. Два-три сантиметра достаточно, если у вас золотые рыбы. Это для того, чтобы они просто не раскапывали нашу кувшинку. Иначе она может всплыть. То есть рыбы еще интересуются, собственно, кувшинкой. И золотушки, и караси тоже копают. Но, к счастью, они не крупные. И обычно вот такого размера камушков, если их вот так аккуратно здесь засыпать, закрыть грунт, хватает, чтобы предотвратить подкапывание корневища. А вот если у вас карпы кои, да еще крупные карпы кои, там 25 сантиметров и больше, то вот здесь, конечно, никакие камушки не помогут. Я закрывал такими плоскими камнями размером с ладонь. И все равно они умудрялись подкопать, подковырнуть. Рыбы сильные, делать им нечего. Они 24 часа сидят в пруду. И вот они начинают развлекаться. Слушай, ну а что в таких случаях делать, если там достаточно крупные какие-нибудь осетры? Вот с осетрами нормально, они не копаются. Как раз вопрос с карпами. С карпами зеркальными, вот других таких, что называется, съедобных пород, и красивыми декоративными карпами кои тоже. Тогда надо закрывать кувшинку сеткой. Ага. Пластиковой сеткой, которую, например, используют от птиц, чтобы закрыть ягоды. Мы вырезаем центральную часть, пропускаем сюда кувшинку, а здесь все закрываем и подвязываем вот под ободок нашего тазика, контейнера, там веревкой какой-нибудь негниющей. Очень хорошо, если мы весной пересаживаем кувшинку, тогда можно не вырезать дырки, полностью накрыть сеткой, а листики, которые поначалу свернуты, маленькие, они через эти дырки пройдут. Пролезут. И получится, что карпам не достать до грунта. Сетка будет закрывать его, не смогут они подковыривать наши любимые растения и вполне смогут вместе сосуществовать. Слушай, ну все, я так понимаю. Все, теперь нам нужно опустить ее в пруд. И вот те вопросы, на которые я не смог ответить, пока сажал, отвлекся, пожалуйста. Да, Сереж, давай. Я думаю, что вопросов у меня очень много. Мы запишем еще один отдельный ролик, где поговорим с тобой уже конкретно про пруды, про комаров и про все вот такие вот вопросы, которые интересуют людей, которые задумываются о том, чтобы создать у себя большой, небольшой или, может, очень большой пруд. Поэтому снимем отдельный ролик. У нас Сергей еще в том числе занимается еще и зимними садами и оранжереями, поэтому специалист интересный. Надеюсь, Сереж, ты станешь нашим частым гостем, потому что есть о чем поговорить. Специалисты, ты достаточно узкий, грамотный и интересный. Узкий. Надеюсь, да, что помимо того, что ты читаешь лекции, у нас еще будет возможность с тобой поговорить еще и в таком режиме. А пока что мы пошли сажать кувшин. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо тебе за увлекательный мастер-класс и интересные вопросы. Я думаю, что, поскольку погода портится, дальше мы с тобой поговорим еще в помещении за чашечкой кофе. Да. Да, кувшинка наша пусть растет. Да. А вы, дорогие зрители, пишите ваши вопросы. Надеюсь, что у вас они есть, и Сергей на них у нас обязательно ответит. Всего доброго. С вами был канал Европлант и Сергей Чубаров, кандидат биологических наук, специалист по прудам и водным растениям, а также зимним садам. Всего доброго. До свидания и спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok